В эфире Самарский телевизионный вестник в студии Дарья Добровольская. Здравствуйте! Появилась программа празднования Дня Победы 9 мая. Традиционный парад начнется в 10 часов утра. Он станет главным событием. В шествии будут участвовать около 2000 человек. По площади пройдут военнослужащие 2-й гвардейской армии, представители силовых структур, юнормейцы, участники военно-патриотических клубов, сотрудники МВД, Росгвардии и сводный оркестр Самарского гарнизона. Также по площади проедет военная техника. Стоит напомнить, что в этом году шествия Бессмертного полка в традиционном понимании не будет. Самарцы смогут почтить своих героев, выбрав альтернативный формат. Например, Бессмертный полк на автомобилях, Бессмертный полк – портрет героя на одежде, Бессмертный полк – портрет героя на сердце, онлайн-шествие Бессмертного полка. Далее уже в 12 часов дня на площади славы выступит сводный хор отцов, песни Победы отцов. Более 500 мужчин исполнят военно-патриотические песни, посвященные Дню Победы. А на площади Куйбышева пройдет концерт «Страна героев» с участием творческих коллективов Самарской области. Специальным гостем будет группа «Сурганова и оркестр». В Самару прибыл поезд Победы. Это настоящий передвижной музей. Он напомнил людям о том подвиге, который совершили наши предки в годы Великой Отечественной войны. О том, как самарцы встретили практически машину времени, расскажут наши корреспонденты. Гудок стальной лебедянки пронзает тишину. Люди слушают, затаив дыхание. После – улыбки и аплодисменты. Поезд Победы в Самаре ждали с нетерпением. Я пришла сюда, чтобы отдать честь своим прадедушкам, которые воевали на Отечественной войне. Чтобы сыграть им и чтобы им было намного лучше. За легендарным паровозом военных лет платформы с техникой. Зенитные установки, автомобили «ГАЗ», «Виллис» и, конечно, полевая кухня. В составе поезда Победы также пассажирские вагоны «Бессмертного полка» с фотографиями героев, участников Великой Отечественной войны. Начали свой тур с Уфы, далее проследовали до Бугульмы, с Бугульмы, в набережной Челны, с набережной Челнов, в Ульяновск, с Ульяновска. Доехали до Розаевки, Розаевки, в Пензу, из Пензу в Самару. Встречали, встречали, много где встречали. На технической остановке через 50 километров для проливания, для смазки. Люди приходили, встречали, радовались. Поезд Победы – это уникальный передвижной музей, своего рода машина времени. Такой состав напоминает жителям России о подвиге предков и о вкладе железнодорожников в Великую Победу. Чтобы отметить ветеранов и показать, насколько велика роль железнодорожников в общей победе в Великой Отечественной войне. Более 30 тысяч человек уже увидели этот паровоз и воинскую технику в ретро-стиле. На встрече «Поезда Победы» самарцы смогли послушать оркестр Марка Когана, получить георгиевские ленточки и отведать солдатскую кашу с чаем. Ирина Игнатьева, Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ День Победы – самый главный праздник для россиян. Таковы итоги опросов ЦИОМ. Так, для 65% опрошенных 9 мая является самым главным днем в году. У большинства День Победы ассоциируется с военным парадом, георгиевской ленточкой и бессмертным полком, вечным огнем, военными песнями и праздничным салютом. Родственники, участники Великой Отечественной войны есть в семьях у 9 из 10 россиян. Процент наших соотечественников, хорошо осведомленных о своих родных, участниках войны, в этом году составил 39%. В России могут увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения на электросамокатах. Действующее финансовое наказание в размере полутора тысяч рублей в Совете Федерации предложили увеличить в 10 раз. Об этом пишут ряд авторитетных интернет-изданий. Для этого необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях России, выделив ответственность для водителей средств индивидуальной мобильности в части увеличения штрафов. Жители нескольких домов по улице Луначарского и проспекту Ленина бьют тревогу. Уже больше месяца водопад из нечистот отравляет людям жизнь. Неприятный запах и постоянная сырость давно стали обыденностью для жильцов и неприятной находкой для случайных прохожих. Подробности в нашей рубрике «Дежурный по городу». Водопад, камни, растительность. Такая инсталляция выглядит, как изысканный ландшафтный дизайн. Вот только есть один нюанс. Течет не вода, а нечистоты из канализации. Такому арт-объекту прохожие совсем не рады. А жители ближайших домов и вовсе бьют тревогу. Вот так вот хожу в жару, представляете, чтобы пройти вот это вот все. Студенты подходят, снимают это все. Я не знаю, как руководство колледжа еще терпит это все, что у них тут под окнами. Вот такой вот разверглась работника. Кстати, столовую можно тоже опросить. Они жаловались. Они, мне кажется, говорили, что там уже больше места течет. Местные вспоминают, как несколько дней назад течь была настолько мощной, что канализационные стоки заливали проезжую часть на улице Луначарского и на проспекте Ленина. А прямо по соседству с источником зловония находится колледж и столовая. Дышать нечистотами людям приходится и во время учебы, и за обедом. Запах вообще, они вот столовая с той стороны, они вот жалуются все время. Запах идет, а в столовую там люди обедают. И вот такая вот. Сколько тоже звонили, говорили, приедут, посмотрят, ничего не делают. Не знаю, что дальше будет. Активные жители неоднократно пытались решить проблему. Обращались в различные инстанции к коммунальщикам. Говорят, на место даже выезжали рабочие. Однако это не помогло. Там, знаете, что ответили? Сети бесхозные. То есть это где-то начало апреля, может быть, даже чуть раньше. Жаловаться стали, писать стали. Приезжали какие-то рабочие. В оранжевых костюмах там что-то пытались сделать. На два дня, ровно два дня помогло. Потом опять все это прорвало. Люди устали дышать смрадом и наблюдать ручьи из отходов. Они коллективно обращаются к ответственным организациям с просьбой навести порядок. Никита Галочкин, Дмитрий Лукин, СТВ. В Самарской области запретили собирать грибы и ягоды. С 6 по 13 мая лучше не ходить в лес. Дело в том, что в это время начнется обработка территорий от вредителей деревьев. Об этом сообщили в Министерстве из лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. В местах обработки специалисты установят предупреждающие знаки. Два по три из Самарского областного перинатального центра выписали тройняшек. Примечательно, что такое пополнение случилось сразу в двух семьях. О самочувствии грудничков и о мерах поддержки для многодетных семей расскажем далее. В перинатальном центре в этот раз особенно много родственников. Выписывают сразу двух мам. У обеих тройняшки. В семьях обмоенных и Сафроновых такое пополнение – настоящее счастье. Три человека в семье плюсом. Это же такое счастье. Волновались, всю беременность волновались. Как выносить, чтобы детки родились здоровые. Спасибо мужу и всей моей семье, врачам. Не первый раз лежала в перинатальном центре. Спасибо всем огромное за всю помощь. И заботу, которую они оказали нам. Выписка сразу двух тройняшек – событие историческое для Самарского перинатального центра. По словам врачей, им, как и самим роженицам, пришлось потрудиться. Специалисты были полностью готовы к этому. Двух тройн в нашей истории еще не было. А тройни, они интересны чем? Что одна из них находилась в стенах нашего перинатального центра три месяца. Месяц мы выхаживали беременность, пытались ее пролонгировать. Но по состоянию одного из плодов мы вынуждены были пойти на родоразрешение раньше срока, в 32 недели. Иначе мы могли потерять этого ребенка. И когда они родились, один из них, вот из-за которого пришлось идти на родоразрешение раньше, он находился в реанимации очень длительное время – 18 дней. Теперь мы отдаем этих детей в руки родителей уже, скажем так, с ответственностью и не боимся за их жизнь. С начала этого года в Самарском перинатальном центре стали мамами 1763 пациентки. Из всего количества новорожденных – 46 двойняшки. Тройни – первые в этом году. По словам врачей, им важно не количество проведенных родов, а их качество. Для нас самое главное, чтобы те наши мамы, которые поступают к нам, чтобы они получили всю ту помощь, которая им необходима, и чтобы дети на самом деле были здоровыми, были выписаны, и мамы, и дети, наверное, счастливыми и довольными. В Самарской области проживает более 24 тысяч многодетных семей. Никита Галочкин, Дмитрий Лукин, СТВ. И о погоде. В Самарской области вновь ожидаются грозы с дождем. Ночь на субботу 6 мая в регионе будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ветер южный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 8, плюс 13 градусов. Такой прогноз делают синоптики Приволжского ГМС. Днем пройдет дождь местами с грозами. Ветер южный, северо-западный – 7-12 метров в секунду. Местами порывы – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 20, плюс 25 градусов. По западу области – 14-19 градусов. Это были все новости на сегодня. Далее интересные программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimaski.ru. Смотрите наши новости в телеграм-канале, на ваших экранах QR-код. Сканируйте его с помощью камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.